всем привет с вами вела база сегодня у нас будет интересное видео что если вот этого не сделать и выкрутить этот болт в общем фонтан из масла будет прикольный скручиваете воздушную банку пошел вот так ну все ну и осталась финальная операция итак с вами снова вела база часть номер два в первой части мы разобрались с таким винтажным старым брейном теперь давайте разберемся с актуальной моделью со шланговой и так в общем тех задания и принцип действий у нас тот же самый разбираем так сказать максимально быстро останавливаемся только на сложных технических моментах потом собираем и основное время будет уделено прокачки начать говорю сразу первый аморт то есть первый брейн старый мы прокачали очень легко и и в принципе я вот тот способ которым я это сделал я его даже могу рекомендовать потому что он работает реально хорошо там не остается никаких пузырей но это все происходит за того что у него очень простой масляный контур там везде щели широкие там нету таких хитрых мест где может спрятаться пузырь воздуха вот здесь все иначе я смог его шприцом прокачать так что в нем если что-то и осталось то она настолько незначительно что она никак не влияет на работу но все таки если есть возможность это делать с помощью вакуумной помпы я как бы рекомендую этим воспользоваться но тем не менее способ рабочий ну и сейчас мы его применим на практике ну чтобы применить на практике для начала это все нужно разобрать так ну опять же его как и предыдущий брейн он до этого был перебран поэтому не удивляйтесь то что я все так легко руками раскручиваю что там внутри масло чистое это все потому что он только что разбирался ну спускаем давление в нём сейчас давления нет вообще я его даже по сути не накачивал так теперь собственно ну то же самое и fp у него здесь спускаем и fp вот воздух выходит помните как и в первой части говорил если воздух не вышел это не значит что его там нет так проверим на всякий случай чтобы там не осталось воздуха пошебуршите уплотнительную резинку теперь вот это настал один из таких неприятных моментов который может занять довольно длительное время нам нужно отсоединить шланг здесь здесь как со стороны аморта так со стороны брейна есть вот такие маленькие отверстия вот они служат вот непосредственно для этой цели здесь камера как бы фокус не поймает идея в следующем вот здесь находится разрезное кольцо из проволоки оно примерно по окружности занимает 4,5 полной окружности и в каком-то месте у нее есть прорезь вам нужно взять шило или что-то очень тонкое как-то напрячь все свое зрение то есть найти место где у кольца прорезь и провернуть его таким образом чтобы прорезь оказалась ну вот примерно вот здесь сверху так просто проще доставать наверное я вот сейчас разберу а потом вам покажу вот в принципе у меня сейчас прорезь сверху теперь вставляйте шило в отверстие направляйте его чуть-чуть вниз вот если вы все сделаете правильно вы должны поддеть вот это колечко вот ну в общем это геморрой как бы долго мучаетесь и что-нибудь получится когда кольцо вынуто ну собственно просто силой вытаскивайте ну теперь то же самое только с другой стороны откручиваем банку вот например на прошлом брейне все вот эти вот ремкомплекты вот все вот эти вот резинки вот это вот резинка главная между позитивкой и негативкой они как бы они все универсальны они подходят от от ctd-шных афоксов там dps rp23 вот этот спешалайзовский он он другой то есть вы можете заметить он значительно меньшего диаметра то есть под него требуется свой ремкомплект как бы учитывайте этот момент потому что эта штука как бы не самая распространенная и они как бы далеко не в каждой мастерской есть и соответственно еще вот такой момент что как бы на обычном аморте мы воздушную банку можем обслужить всегда то есть нам не нужно разбирать демпфер просто открутил банку посмотрел что там творится если все нормально то почистил смазал закрутил здесь же допустим заменой какой тут резинки нам будет мешать шланг то есть если мы вот захотим положим вот этот вот главный пыльчик заменить нам нужно будет полностью разбирать амортизатор поэтому очень как бы тщательно следить за состоянием всех своих резиновых уплотнений конкретно вот здесь вот в районе банки и меняйте их своевременно так ну и вот значит какое у нас тут отличие сразу видится у нас здесь какая-то очень хитрая необычная деталь это клапан автосега его тоже надо бы желательно разобрать в общем что это такое это устройство для автоматического выставления правильного давления в вашем амортизаторе то есть накачиваете его на 300 psi садитесь на велосипед откручиваете этот колпачок и нажимаете на этот клапан аморт стравит ровно до того момента пока сообщение между позитивкой и негативкой не прекратится и как бы на этом моменте давление будет выставлено разбирается все это очень просто вот здесь вот разрезной уплотнительный пруток просто выковырите его и собственно оно само по себе разберется сходит он тяжело потому что здесь должно быть плотное соединение ничего страшного нужно приложить силу теперь инерционный клапан вот здесь вот при разборке есть нюанс нам нужно будет раскрутить между собой эти вот две части его тела сейчас они затянуты не сильно но когда будете вы разбирать вы столкнетесь с тем что вы не ременными ключами ничем вы это не стронете то есть усилие очень большое как это сделать я покажу чуть чуть попозже сейчас давайте разберем пока то что у нас есть вот сейчас аккуратно вывалятся два маленьких шарика вот один вижу и второй вижу да давайте мы их посадим на магнит чтобы они от нас никуда не делись так теперь вот здесь вот мы выкрутили крутилку у него порт прокачки вообще кстати к нему к нему порту прокачки можно добраться и без разборки амортизатора вот здесь вот есть резиновая заглушка которая по сути даже установлена крутилка и даст доступ к порту прокачки но это потребует в том случае если вы хотите поменять масло внутри вообще не разбирая амортизатор амортизатор вот теперь выкручиваем порт прокачки берем магнит мощный магнит подносите сюда если вы все сделали правильно у вас станет 3 шарика а не 2 этот вот как бы если не знаешь очень легко проморгать этот момент но там внутри находится шар он является вот непосредственно уплотнением в чём того что ИФП у нас спущено мы можем продавить ИФП вниз так заодно это частично там какое-то масло выйдет вот возьмите что-нибудь тоненькое подденьте вот это распорное колечко так ну ИФП поршень мы просто так не достанем ну теперь нам собственно нужно его раскрутить я обезжирил амортизатор клапан брейна теперь смотрите нам по-научному что нужно сделать нам нужно взять оправку вот сюда диаметр вот этой части двадцать шесть девять что ли ну двадцать семь вот оправку я сделал сам из обрезков на токарке и если у вас есть вот чем это зажать в тиски зажимайте у меня к сожалению вот именно такой вот оправки нету но у меня есть патрон от токарного станка ну так поехали это наша импровизированная оправка с усилием зажима не перестарайтесь теперь смотрите нам нужно вот здесь цепануться чтобы начать раскручивать прикиньте как пойдет усилие у него с одной стороны порт для шланга с другой стороны у него резьба для крепления к раме сделайте так чтобы нагрузка пришлась на угол там где находится резьба то есть не на порт это не совсем правильный способ то есть я не рекомендую делать именно так но тем не менее это это вариант так мы вернулись за верстак ну собственно теперь можно раскручивать собственно мы добрались до инерционного клапана никаких инструментов нам дальше уже не требуется просто выдавливайте итак давайте посмотрим устройство нашего инерционного клапана сравним его с предыдущей модели брейна поглядим чем они отличаются значит ну первое что бросается в глаза у него есть возможность регулировки компрессии то есть так сказать мощности платформы это реализовано следующим образом вот это отверстие сюда грубо говоря так заходит масло это начало контура вот инерционный клапан располагается вот так то есть на в момент срабатывания самой вот этой массы брейна открываются порты для маслотока если же порты для масла закрыты собственно маслоток продвигается дальше по штоку и ему приходится бороться с шимстеком здесь собственно вся вот регулировка мощности брейна происходит за счет усиления или ослабления прижима шимстека то есть грубо говоря за изменение его жесткости но мы сейчас не будем эту деталь разбирать потому что она в абсолютном порядке аморт практически новый я как вообще не сторонник лишний раз разбирать то что прекрасно работает все хорошо почистите уделите особое внимание чистоте штока по которому шебуршится ваша гильза брейна что тут половина проблема с брейном происходит исключительно из-за засорения или повреждения поверхности штока она заполирована в сотке там все вот абсолютно без припуска все функционирует и какая-нибудь грязь в масле просто вот любая посторонняя вещь она приводит к тому что вот эта вот вещь начинает заедать так ну пожалуй с прочисткой закончили остальные мелкие детали я вычищу уже непосредственно по месту итак давайте приступим к самому интересному собственно то зачем мы здесь собрались как бы разобрать то легко а вот как собрать приступим для начала давайте вернем клапан автосега на место воспользуйтесь fox float fluid ну стандартная жидкость в воздушную банку fox возьмите клапан автосега ниппелем в сторону головы и аккуратно нежно наденьте его на его законное место вот так он когда морд не накачан он будет сам по себе прокручиваться в любое удобное для вас положение как бы на раме выставить уже так как надо зафиксируйте его разрезным колечком вот это делается вообще без использования инструмента все наш клапан никуда не денется берем наше тело демпфера подключаем к нему шланг собираем назад загнутым концом со стороны аморта вставляйте его внутрь паза в принципе заходить он должен вот ну а теперь начинается геморрой как мы вот снимали это колечко а теперь задача еще более интересная его нужно назад засунуть в общем могу единственное что посоветовать что постарайтесь сначала у него заправить одну сторону а потом затолкать вторую то есть не пытайтесь его заталкивать ровно как бы равномерно так ну для вас прошел такой веселый таймлапс для меня прошло что-то полторы минуты но тем не менее я ее затолкал да это не самая как бы легкая процедура проверьте чтобы все четко было все четко так теперь 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 смотрите значит сейчас мы приступаем к этапу сборки здесь важно соблюдать последовательность потому что то что вы не надели на шланг вы потом уже не наденете это допустим как колечко сагомера если вы его забыли то с обычного аморта вы можете его натянуть в конце здесь так не получится здесь нужно все сделать в правильном порядке поэтому кладем на шланг вот смотрите вот одна резинка должна быть здесь до воздушной банки кладем воздушную банку и кладем еще одну резинку сагомера кладем ее вот сюда вот эти вещи со шланга мы не снимаем они у нас тут остаются на довольно длительный период фиксируем все вот это добро в тисках фиксируем следующим образом чтобы высота вот этой точки и вот в идеале она должна быть примерно одинаковой они должны быть примерно на одном уровне ну теоретически вот так так прошлый аморт мы заправляли пятеркой но это был прошлый аморт это поколение амортизаторов работает на десятке так что как бы рекомендую лить именно десятку ну в идеале конечно оригинальный фокс но вот это оно ничуть не хуже ну и ничуть не лучше оно оно просто другой марки то есть это никак не сказывается на каких-то характеристиках амортизаторов что вот это вот можете смело наливать заливаем заливаем масло теперь наша задача так сделать так чтобы оно здесь немножко полилось то есть то есть сейчас у нас по сути начальный этап прокачки и чем больше мы пустот заполним маслом тем проще нам будет в конце масло частично ушло оно заполнило шланг доливаем так настало время вкрутить нашу голову аморта собственно фартук я надел не зря что вообще как бы эта процедура вся довольно грязная масло будет выливаться довольно много это соединение мы больше раскручивать не будем поэтому затягиваем геморройная процедура нам нужно подключить тело брейна к шлангу почему-то я решил это сделать в таком порядке почему не знаю ну в принципе вот уже в этот момент вы можете его опускать как бы вниз оно здесь никуда не денется самое главное не оставляйте момент защелкивания колечко на потом потому что оно все тут будет под давлением и если оно выстегнется будет неприятно так значит банку мы поставили втыкаем штырь регулировочный у него там резиновые пазы просто защелкните его и все он будет держаться не забудьте вкрутить ну так пока временно вкрутить заглушку порта прокачки шарик не надо ставить просто закрутить чтобы масло не лилось как мы ее сно сейчас очень скоро будем откручивать вот так все этого достаточно так заливаем маслица ну где-нибудь до половины в общем наша сейчас задача какая наша задача выгнать максимальное количество пузырей крупных это понятно что сейчас мы этот контур без пузырей не сделаем и это как бы этого задачи и нету но чем больше мы пузырей вытащим сейчас тем проще нам будет потом так окей и вот оставя вот эту вот конструкцию в этом положении немножко нежно покачайте придерживаясь от дела чтобы оно все не свалилось покачайте шток аморта не сильно а то он брызнет да он будет сопеть это абсолютно нормально теперь нам нужно поставить тело брейна и верхний клапан заливайте до конца оставьте вот этот шток в поднятом положении устанавливайте инерционный клапан вот в такой позе то есть инерционной массой вниз так вот тут нужно совместить крутилку компрессии и собственно ее вот шестигранную прорезь это делается интуитивно на ощупь вот получилось проверьте что она адекватно попала в паз что она крутится вот у вас должно быть примерно ну где-то три четверти оборота ну или один пол ну в общем вы должны чувствовать четкое ограничение в плане оборотов она не должна крутиться бесконечно доливаем ставим fp камеру а хоть она и разная то есть с одной стороны у нее есть проточки с другой нет но как и с прошлым брейн нет никакой разницы как вы ее поставите можно так можно сяк но я так полагаю что вот эта выемка она сделана исключительно под эту гайку ну и как бы и при разборке она изначально стояла так поэтому давайте мы ее так и поставим задвигайте прям до конца затяните руками пока мы не пойдем на токарник все это дотягивать это мы сделаем потом главное затяните с таким усилием чтобы не было утечек масла через это соединение ну собственно глубина заглубления fp она роли не играет потому что это все опять же будет выставляться потом вставьте заглушку внешнюю fp и зафиксируйте ее разрезным кольцом ничего сюда пока вкручивать тоже не нужно переворачиваем тело брейна снимаем голову с тисков теперь выставляем его в такой позе можно зажимать за шланг только очень нежно очень осторожно то есть просто фиксируйте за шланг ни в коем случае не сжимайте его зажимаем его примерно вот в такой позе все вот так вот совсем совсем чуть чуть выкручиваем порт прокачки теперь настало время нашего второго самодельного штуцера собственно вот то что мы делали для первого там все было легко с этим все оказалось немножко сложнее значит по поводу резьбы здесь м4 на 0.8 да это очень нестандартная резьба и у меня как бы на самом деле есть подозрение что это все таки какая-то дюймовая резьба но штанген мне показал точные значения это диаметр это 4.01 и резьбомер 0.8 вошел прям идеально четко я изначально думал что это дюймовочка 8 на 32 но у нее внешне должен быть 4 и по моему 100 с чем-то как бы если вы знаете что это за резьба можете написать в комментариях я буду очень рад это все почитать потому что честно говоря я в дюймовых резьбах я не очень шарю но это не суть самое главное то что м4 на 0.8 подходит отлично оно садится полностью герметично и слабым звеном при создании разрешения воздуха оно не является плашку мы не нашли даже в москве да и как то я сомневаюсь что они есть но у нас есть токарный станок поэтому перенастроить гитару и нарезать резьбу не составляет труда ну и запасаемся терпением значит ваша задача следующая пока избавляемся от пузырей вот здесь ваша задача как бы ритмично сжимая разжимая шток аморта и соответственно вытягивая или толкая шприц добиться того чтобы при малейшем срабатывании штока у вас не было никакого чавканье чтобы ну чтобы как бы контур был без пузырей приступим обычно я начинаю с того что я его заталкиваю до конца вытягиваю шприцом вот оно сейчас пойдет не давайте очень большого разрежения потому что как бы шприц все таки не вакуумная машина он имеет свойство пропускать то есть дадите сильное разрежение он насосет здесь и не пытайтесь сделать за один заход так не получится также иногда имеет смысл просто небольшим разрежением просто постоять и подождать это мы сейчас продавливаем в пэшку она практически до конца ушла так ну вот собственно мы загнали практически все что у нас масло было откручиваем штуцер набираем еще дозу как при каждом отсоединении при соединении штуцера не забывайте сначала чуть-чуть вытягивать потому что в этом месте всегда что-нибудь образуется ну собственно для вас прошло буквально пару секунд для меня прошли 15 минут процесс долгий процесс медитативный прокачивайте шток аморта двигайте руками и фп камеру вытягивайте как дать масло заталкивайте его в общем даже если вам кажется что вы все сделали хорошо проверьте еще раз ориентировочно если умелыми руками вот такая процедура занимает в районе 15-20 минут так значит масляный контур у нас без пузырьков хорошо теперь наша задача выставить фп камеру переворачиваем брейн заталкиваем крышку и фп собственно вместе с фп так снимаем еще раз нашу наше колечко разрезное крышку вынимаем переворачиваем опять в такое положение продавливаем и фп до упора собственно вы почувствуете когда она упрется в корпус в принципе можете финально еще покачать и фп так если мне не изменяет память там у нас должно быть по-моему 34,8 да память не изменяет собственно выставляете на 34,8 и вот так аккуратно дожимаете до момента на касание ощуп штангена итак прокачка завершена на данном этапе шприц мы больше не нажимаем все и фп выставлено объем масла мы не изменяем возвращаем наш шарик на место и закручиваем крышку порта прокачки капните внутрь и фп совсем немножечко фокус флот флюида визуально оценить свою резинку выдержит ли она еще одну накачку я при прошлое переборки я резинку нет нет резинку не заменил я как раз хотел сейчас ее заменить так что резинку долой так вот кладу новую резинку пока просто вот так чтобы был проток воздуха потому что если вы сейчас ее закрутите герметично и ну собственно это вам при сборке доставит проблемы поэтому задвигайте так чтобы был проток воздуха вот теперь уже финально возвращаем нашу наше стопорное колечко на место в принципе вот на этом этапе аморт уже можно считать собранным если вы внутри не оставили никакого воздуха все будет в порядке прежде чем давать давление нам нужно затянуть вот этот момент то есть вот затянуть вот это место потому что иначе когда масло станет под давлением оно начнет отсюда сифонить не забыли мы же затягивали руками сейчас давайте я хорошенько аморт обезжирю протру мы я схожу наверное уже без камеры на тиски чтобы оператора туда-сюда не гонять и я затяну его итак я дошел до токарного станка затянул корпус мы на финальной стадии осталось уже совсем-совсем немножко надуваемый fp оптимальное давление у него в районе 150 но допустимо как 100 допустимо и 200 я не буду отходить от рекомендаций производителя потому что у меня скажем так вот техзадание просто было перебрать то есть у меня нет пожеланий по его работе поэтому я остановлюсь на стандартных заводских настройках надувайте примерно на 20си больше чем вы планируете чтобы оно там было ну да вот 170 вот как бы индикатором успеха у вас будет служить то что вот если вот шланг до этого болтался то теперь он в пазах прям будет очень плотно сидеть прям даже очень неохотно поворачиваться если вы все сделали правильно значит давление в контуре у вас присутствует итак ну собственно финальная стадия не забываем как бы резиночки смазать флот флюидом фокус вот за что я люблю амортизаторы специалист с автосегом вот тяжело нам банку надвинуть а мы просто нажмем кнопочку нажмем кнопочку и все так ну нам надо финально дотянуть временным ключом но сейчас такой жирный аморта затянуть не смогу нужно все обезжирить почистить берем наши два шарика кладем их на пружинке если у вас вдруг ну собственно нету ограничений она вот крутится бесконечно знаю что вот здесь не дотянули то есть здесь вообще усилия затяжки такое приличное так самый финал резиновая заглушечка порта так и давайте я сейчас полностью обезжирю аморт накачаю его и понесу на стенд итак настало время стендовых испытаний аморт собран установлен в такую импровизированную можно сказать раму велосипеда что нам ответную часть в виде байка не дали значит так что мы должны получить на полностью исправном аморте в мягком положении то есть выключенным брейном он должен прожиматься без каких-либо сопротивлений то есть демпфер не должен работать что мы собственно и наблюдаем сейчас поднесу микрофон послушайте что он совершенно не чапкает абсолютно нормальные здоровые звуки давайте проверим отскок не знаю вот это какое положение наверное это самое медленное ну да медленнее уже и не нужно а вот это по идее самая быстрая давайте оставим примерно ну примерно в среднем так проверим работу клапана брейна давайте закрутим его самое жесткое положение значит что мы должны получить сейчас он не должен прожиматься ну вот я думаю комментарии излишне если приложить усилие надолго он начнет медленно просаживаться на сек ну собственно все опять все как должно давайте поставим примерно среднее положение ощутимо сопротивляется что-то типа платформы получилось ну я думаю что это вполне нормальная работа для этого амортизатора вообще с ними есть такой интересный момент они не все работают одинаково у них есть разные тюны это зависит от шимстека находящегося сверху вот здесь на клапане а некоторые брейны не лочатся намертво то есть они остаются мягкими даже в закрытом положении есть те которые блокируются практически в усмерть то есть их даже вообще невозможно продавить есть что-то среднее вот наш он не то что прям совсем намертво он что-то ближе наверное к средним собственно узнать о том о своем тюне можно вот по надписи здесь она должна быть на воздушной банке ну я думаю что с этим амортом мы закончили больше мне по ним добавить нечего в общем в заключение что вот я хотел вам этим двумя видео показать можно ли в домашних условиях перебрать амортизатор фьючер шок от спешилась да можно есть и некоторые технические нюансы то есть требуются некоторые немножко нестандартные инструменты но тем не менее это возможно вот но лучше конечно если есть доступ к вакуумной помпе лучше делать на помпе ну за всем все с вами была велобаза всем пока до новых видео до новых встреч